Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия! Сегодня у нас в гостях адвокат Владимир Дворяк. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич! Здравствуйте! Владимир Геннадьевич, буквально еще недавно мы с вами разговаривали о том, что в Минусинском городском суде идет процесс над Игорем Ислановым, предпринимателем, который известен не только в Минусинске, но и в Хакасии тем, что он занимается благоустройством, и до недавнего времени он был качественным подрядчиком, сейчас почему-то ситуация изменилась, но в его деле много интересных моментов. Один из них, как по слухам говорят, что дело было возбуждено на один день раньше, чем в полицию поступило заявление. Расскажите подробнее об этих всех моментах. Хорошо. Ну, начнем с того, что Игорь Хасанович, он был и остается востребованным подрядчиком, можно сказать, муниципальным подрядчиком, который систематически участвует в госзакупках на право заключения муниципальных государственных контрактов, вот в том числе по благоустройству каких-то территорий муниципальных образований. Вы знаете, вообще история возбуждения этого уголовного дела, она вообще сама по себе странная, странная уже потому, что по сути своей рассматривается рядовой спор между заказчиком, муниципальным заказчиком и подрядчиком, который выявил аукцион на право заключения муниципального контракта, в данном случае на благоустройство минусинской территории, общественной территории, аллея Кретова. В чем недовольство, да, проявилось со стороны заказчика, это самый главный вопрос. Дело в том, что муниципальный заказчик, муниципальное образование город Минусинск, они приняли у Исламова все работы, признали соответствующими объем и качество выполненных подрядных работ Исламовым, то есть претензий до сегодняшнего дня к объему и качеству работ муниципального заказчика нет и не было. Как родилось уголовное дело и почему оно родилось, я думаю, что ваша аудитория сама сможет себе ответить. Еще раз повторюсь, Игорь Хасанович очень востребованный и он со стороны муниципальных заказчиков, государственных заказчиков, очень желаемый подрядчик, потому что он себя зарекомендовал как добросовестный подрядчик, он все время исполняет работы в сроке и в установленном объеме. То есть, можно перебью, и в реестр недобросовестных поставщиков он не внесет. Боже упаси, боже упаси. Я еще раз повторю и ответственно заявляю, что в том числе и в Абакане, то есть, его как подрядчика, лица, которые ответственны за исполнение муниципальных заказов, они очень хотят видеть. Так, ну, почему уголовное дело было возбуждено именно в Минусинске, в связи с этой работой, я еще раз повторюсь, я не буду свои версии, так скажем, озвучивать. Ну, я все-таки полагаю, что здесь ставится вопрос о каком-то устранении муниципального заказчика какими-то конкурентами. И мы на сегодняшний день знаем, что другие, значит, участники вот этих аукционов стали заходить на рынок, в том числе в городе Минусинске. И, так скажем, у меня есть информация о том, что они, так скажем, не достигают того уровня качества, которое давал исламов. Тем не менее, к ним претензий нет почему-то. Теперь, что касается Исламова. Исламов, ну, так скажем, человек очень добросовестный, значит, он имеет свои мощности на территории города Минусинска, и поэтому он может себе позволить, так скажем, снизить цену муниципального контракта на аукционе до минимального значения. Соответственно, муниципальный заказчик за счет этого экономит. Это тот же самый случай, что и вот благоустройство Али Кретова. Значит, вы спросили сейчас вот к вашему вопросу, почему так получилось. Была информация, я ее подтверждаю, что дело было возбуждено до поступления заявления о преступлении. Ну, начнем с того, что такое заявление о преступлении. По смыслу закона, уголовно-профессионального закона, значит, есть два условия для того, чтобы орган, осуществляющий уголовное судопроизводство, возбудил уголовное дело. Это первое, повод для возбуждения уголовного дела. Повод – это, ну, так скажем, гражданин идет, пишет заявление о преступлении, вот следственный орган там или орган дознания получает повод. А дальше он должен посмотреть, имеются ли у него достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Ну, так и провести так называемую доследственную проверку. Ну, два условия, да, чтобы понятно было, два условия. Первое – повод – это вот заявление в данном случае, да, потерпевшего. А второе – это достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Так вот, повод, как бы странно это не звучало, повод для возбуждения уголовного дела, то есть заявление представителя МО город Минусинск о совершении и славу преступления, а ему инкриминируют, я напомню, мошенничество, поступило днем позже, чем постановление о возбуждении уголовного дела. То есть, понимаете, да, то есть сначала было возбуждено уголовное дело, потом у следственного органа только на следующий день появился повод. Это двумя документами зафиксировано, то есть мы понимаем, что, скорее всего, следственный орган реализовывал свои планы, либо те планы, которые, так скажем, кто-то предложил им реализовать, и сначала было возбуждено уголовное дело, потом появилось заявление. Теперь, что мы видим из заявления потерпевшего? Ну, то есть потерпевший указывает, что да, я признаю, что следственный орган там усмотрел хищение, хищение он усмотрел в том, что Исламов по условиям контракта не понес тех затрат, которые были заложены в смертную часть муниципального контракта. Это немножко странно для меня, вот цивилисты меня поймут, но вот я сейчас объясню, допустим, если подрядчик берет работу, для выполнения работы, естественно, ему необходимо нести затраты. И я напомню, что вот Исламов выполнял работу вообще собственным иждивением, то есть он все делал за свой счет, и только после передачи результата выполненных работы, после его принятия, должен был установлен в законном порядке решаться вопрос о выплате соответствующей договорной цены и цены контракта. Так вот, когда подрядчик тратит меньше, чем предусмотрено муниципальным контрактом, буду говорить договором, любым договором подряда, это называется экономия подрядчика. И если иное не предусмотрено договором, подрядчик имеет право оставить это себе. Ну, это его заработка. Это нормальная практика, это получение прибыли предпринимателям. Она предусмотрена законом, понимаете? Так вот, основная претензия правоохранительного органа, именно с претензии правоохранительного органа все началось. Согласно этой претензии, там вот, допустим, была строка локально-смертного расчета 25-ая, как сейчас помню, я попытаюсь ее процитировать, затраты по оплате талонов на утилизацию отходов. И там цифра стоит, допустим, там 500 или 800 тысяч рублей, да? И вот это та сумма затрат, которую муниципальный заказчик заложил в контракт. Вот сейчас, но еще вот двумя жирными чертами подчеркну, Исламов не исполнял работы по контракту, по утилизации. То есть, работы, объект – это благоустройство аллеи Кретова. А мы понимаем, что когда подрядчик выполняет работу, появляется какой-то строительный мусор, бытовые, ой, прошу прощения, строительные отходы. И вот эти отходы, они по сути своей, они могут же быть и полезными, и поэтому предусмотрена утилизация. Но здесь как раз перебью и интересный момент, что администрация Минусинска попросила Игоря Хасановича засыпать яму, образовавшуюся этими же как раз отходами, в результате чего и получилась экономия, собственно. Да, это интересный момент. Извините, как сейчас молодежи принято говорить, переобуваются во время судебного разбирательства. То есть вообще в обвинительном заключении указано, что Исламов не вывез мусор на полигон ТБО. ТБО – это твердые бытовые отходы, а бытовых отходов во время строительных работ априори быть не может. Но как бы там ни было, в обвинении указано – не увез на полигон ТБО и не утилизировал путем захоронения. И только в судебном заседании нам удалось как-то донести до осознания стороны обвинения, что захоронение и утилизация – это абсолютно разные вещи, причем они, скорее всего, противоположны. Почему? Захоронение – это мусор, который невозможно использовать. И его, правильно вы сказали, его нужно закапывать. А если, допустим, вот как в случае с Исламовым, там была асфальтовая крошка, ну, фрезуя снимали асфальт, асфальтовая крошка – это полезные отходы, которые необходимо утилизировать, то есть повторно использовать, повторно запускать в гражданский оборот. А второе, там, допустим, ну, какой-то железобетон нужно отколоть, там есть металл, мы все знаем, что лом металла – это достаточно ценные отходы, которые тоже нужно использовать. И вот когда все-таки дошло до представителя государственного обвинения, что нельзя поддерживать обвинения и обвинять Исламова в том, что он не захоронил полезные отходы, да, то есть, а полигон ТБО Минусинский, как установлено было в суде, у него вообще нет права заниматься утилизацией, ну, нет оборудования, то есть, по сути, получается, что в рамках вот этой программы, она называется «Благоприятная среда обитания», в рамках этой программы Исламов должен был, допустим, асфальтовую крошку увезти на полигон, там, или закопать, или сжечь, я не знаю, там, Минусинску уже у нас дыма недостаточно, вот, что-то такое он должен был сделать для того, чтобы не оказаться, так скажем, в поле зрения сотрудников полиции. Вот, ну, здесь сейчас мы маленечко в сторону отошли. Теперь к талонам. Значит, выяснилось в ходе судебного разбирательства, что талоны на утилизацию отходов, они, в том числе, на этом полигоне Минусинском никогда не выдавались и не выдаются. То есть, там, какие-то субботники когда-то проводились, кто-то давал показания, что вот под субботники эти талоны, так скажем, выпускали. А их не суть, то есть, он должен был оплатить талоны на оплату, которых не существует по утилизации. Ну, сразу скажем, вот, Исламов, он воспринимал эти условия контракта, что вот заложена цифра, в который, это лимит, да, в который я должен вложиться, и если даже я истрачу больше на утилизацию, чем заложено данной строкой, то это будут мои проблемы. Это так и есть. Но если я сэкономлю, это будет моя экономия. То есть, он воспринимал эти условия. Понятно, что никто не понимал, какие талоны нужно оплачивать, но все сейчас сошлись во мнении, я имею в виду сторону обвинения, что подразумевалась утилизация. Как он должен утилизировать, куда отвозить, каким способом, кому. Этих условий в контракте нет, соответственно, он должен эти работы выполнять по-своему. Это даже не работы, это, так скажем, сопутствующие расходы, которые он должен будет понести для совершения этих манипуляций. Ну, и инкриминирует, думаю, что он асфальтовую там крошку, какой-то грунт вывез каким-то физическим лицам для отсыпки участков. То есть, в общем-то, эти отходы использовали с пользой. Ну, цель утилизации, я считаю, здесь достигнута, но почему в связи с этим, из-за того, что он не понес тех расходов, которые были заложены в контракте, и тем самым он совершил хищение этих денежных средств, я, извините, не понимаю и понять не могу. Теперь, что касается отличия, это, наверное, очень важно, отличия совершения действий, которые можно охарактеризовать как криминал, от действий, которые, так скажем, регулируются сферой частного права, да, попадают под сферу частного права. Так вот, мы прекрасно понимаем, что подрядчик и заказчик всегда, ну, не всегда, но очень часто между собой находятся в споре. Подрядчик выполняет работы, заказчика что-то не устраивает, он говорит, вот это вот ты недовыполнил. Как обычно решаются вопросы? Ну, это гражданское право. Это гражданское право. Мало того, в самом контракте указано, что первое, что должны стороны в этих случаях предпринимать, это вести переговоры. Второе, если не удалось, прописан арбитражный суд Республики Хакасия. А до обращения в суд обязательно досудебная претензия. И вот в этом случае муниципальный заказчик должен был оформить соответствующие акты, которыми зафиксированы недоделки по муниципальному контракту. Эти акты он должен был направить Исламову. Исламов должен был в течение 10 дней по условиям контракта. Либо эту претензию удовлетворить, либо исправить свой счет, либо возместить какие-то убытки, если он их признает, либо оспорить эту претензию. Задайте мне вопрос, были ли претензии до возбуждения уголовного дела по объему выполненных Исламову. Но вы нам уже рассказывали, что претензий не было. И более того, Игорь Хасанович возмещал средства. Но там каким-то образом то счет был неправильный, то еще какие-то препятствия. Мы об этом говорили, и об этом не устаю говорить. Потому что, извините, на сегодняшний день, первая претензия, я напомню, она 27 июля прошлого года была предъявлена Исламову. Это когда уже дело, так скажем, предварительное расследование почти было завершено. Там был возврат прокурору. И, по сути, а, подождите, дело находилось в суде. Все, дело уже находилось в суде. И первую претензию в адрес Исламова муниципальный заказчик направил только в июле 2023 года. И эту претензию, после двух неудачных попыток возместить ту сумму, которую Исламов увидел в уголовном деле, то есть он прочитал, я напомню, показания потерпевшего, написал потерпевшему, значит, что и да, я вижу, что у вас теперь есть претензия на сумму миллион с чем-то, и я вам это возвращаю, но вы будьте добры, свои обязательства исполните, мне обоснуйте правовые основания, фактические основания для предъявления мне уже исполненной претензии. Два раза деньги возвращали, потом все-таки одну из претензий, так скажем, подтвердили, и эту претензию Исламов тоже исполнил. Понимаете, да? Ну вот смотрите, Аллея Кретова – это объект, который оплачивался на условиях софинансирования, значит, софинансирования бюджет Красноярского края и город Минусинск. Вот краевой бюджет, доля краевого бюджета в софинансировании составляла 94,94%. Соответственно, доля Минусинска составляла 5 с небольшим процентом. И вот несложный арифметический расчет мы провели, и получилось так, что вот тот ущерб, который инкриминирует Исламову, если мы в этом соотношении, так скажем, разделим, то доля города Минусинска будет чуть меньше. Равна доле претензий, которые предъявили Исламову? Вот смотрите, да. То есть вот те недоработки, на которые сейчас ссылается орган предварительного следствия, и это и есть размер ущерба, причиненного якобы Исламовым бюджету Минусинска, бюджету Минусинска, запомните, составляет миллион 69 тысяч рублей, ну, могу ошибиться, ну, давайте будем говорить, давайте так, чтобы рубли. Чуть больше миллиона, да, миллион 69, меньше, около миллиона, миллион 100. Так вот, мы проводим арифметический расчет и сравниваем, какую сумму истратил краевой бюджет и какую сумму истратил муниципалитет. Так вот, доля муниципалитета составляет, ну, меньше 40 тысяч рублей. То есть, если признать, что этот ущерб был причинен, то Минусинску этот ущерб, это всего там 40 тысяч рублей, да. Все остальное это ущерб, причиненный краевому бюджету. Потому что... А при чем тут тогда миллион причиненный? Сейчас, не, не, мы сейчас... Для чего возбуждено уголовное дело, я не знаю. Но я знаю, что сегодня и потерпевший, и государственный обвинитель просят взыскать с Исламова миллион 69 тысяч, там, с копейками, рублей в доход местного бюджета, в пользу местного бюджета. Что такое решение суда взысканий? Это правовое основание для владения, пользования и распоряжения. То есть, если суд выносит это решение, город Минусинск получает правовое основание на получение от Исламова миллион 69 тысяч рублей и, соответственно, право использовать их по своему усмотрению. При том, что доля в ущербе была всего 40 тысяч рублей. Мы пытаемся обратить внимание суда на этот вопиющий факт. Мы пытаемся показать следственному органу, что вообще их версия, как произошла оплата Исламову, она не совсем укладывается в схему, которая имела место в действительности. То есть, по версии стороны обвинения, Исламов представил исполнительную документацию, и она представляется всегда для проверки, которую должен производить заказчик. Заказчик получает исполнительную документацию, так называемые акты КС-2 о выполненных работах и справки о стоимости КС-3. И вот обвинение говорит, что когда Исламов предоставил вот эту исполнительную документацию, он уже по факту обманул администрацию. То есть, он только предоставил и обманул, а администрация вроде как ничего проверять-то и не должна. А это все не так. То есть, по федеральному закону, он 44 ФСЗ называется, юристы знают, как раз он посвящен именно исполнению госзаказов. Так вот, по этому закону муниципалитет обязан был провести экспертизу. На основании заключения экспертизы на предмет соответствия объема и качества условиям контракта. После проведения этой экспертизы, на основании ее заключения выносится решение, и оно, естественно, подписывается после этого только справка КС-2 о том, что объемы и качества соответствуют. Так вот, по версии обвинения, Исламов предоставил, а работник, поверив, ну и полагая, что Исламов представил достоверные сведения, подписал эти КС-2 и унес эти документы в какой-то финансовый отдел, который якобы произвел Исламову оплату полную по цене контракта. По факту, так как я только что сказал, было софинансирование, то есть участие краевого бюджета, да, в софинансировании. По факту, во-первых, сметная часть контракта проверяется в Минстрое Красноярска. Минстрое Красноярска ее проверяет на предмет достоверности. Если она достоверна, он пишет, согласовываю, да, Министерство Красноярского края, отправляет это в муниципалитет. Муниципалитет приступает к исполнению контракта, потом муниципалитет получает вот эту исполнительную документацию с КС-ками, потом проводится, я уже сказал, экспертиза обязательная по смыслу закона, на основании заключения экспертизы подписывается КС, и не происходит чуда, никуда ни в какой финансовый отдел, ни какой работник муниципалитета отнести не может. Опять вся эта документация идет в Министерство строительства Красноярского края, по крайней мере и так по закону предусмотрено. Министерство строительства Красноярского края опять проверяет, в том числе и на предмет достоверности всю исполнительную документацию, и если соответствует действительности, согласовывает ее, и вот уже согласованная исполнительная документация поступает в город, и производится перечисление в бюджет муниципалитета соответствующая доля софинансирования, и только после этого она перечисляется исламом. Вот я все время ставлю сейчас вопрос, вот понимаете, нам непонятно и обвинение непонятно, вот как Исламов мог на стадии, допустим, участия в аукционе, на стадии исполнения контракта запланировать, что вот эти все инстанции, о которых я только что сказал, они вот так вот, извините, ошибутся и не видят недостоверности. Такой момент для уточнения, но ведь получается, аллея Кретова принята в 21-м году, насколько я помню, сейчас 24-й. Кровевые, Минстрой и там надзорники, они же там аудит должен был пройти тогда, соответственно, претензии какие-то есть. Ну вот смотрите, вот уже после возбуждения уголовного дела, уже, по-моему, после передачи в суд, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края действительно проводила проверку, но она проводила проверку на предмет нарушения целевого использования бюджетных средств Красноярского края, кем? Администрации города Минусинска и, соответственно, муниципальным заказчикам, то есть это у нас МКУ, Управление городского хозяйства города Минусинска, администрации города Минусинска. И вот когда они провели проверку, вот это вот исполнение контракта с Исламовым, они действительно указали муниципалитету, что, уважаемые, вы первое неправильно составили смету, то есть там они какие-то увидели задвоения, вы неправильно значит приняли там ту или иную работу, то есть вы должны были там не принять, должны были сделать то-то и то-то, но вы все это упустили и в связи с этим там целый перечень административных правонарушений, нарушений кодекса об административных правонарушениях, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств Красноярского края. И они указали, что уж коль вы это допустили, вы возместите бюджету Красноярскому краю ущерб в размере 800 тысяч, ну замечаете, да, цифра существенно меньше, чем цифра, которую в доход местного бюджета просит взыскать у нас на сегодняшний день администрация города с Исламовым. Так вот, первое, на что я обращаю внимание, опять же пытаюсь, к сожалению, у меня такое ощущение складывается, что я не могу до суда вот в таких делах донести очевидные вещи, и это основная проблема. То есть, есть нарушитель, и возмещать вред должен причинитель вреда. То есть, ну, нужно просто ответить на вопрос, при чем тут Исламов. Если Исламов, как предприниматель, который участвует на рынке, так скажем, муниципальных услуг, соответственно, выигрывает аукцион и видит, что за выполнение определенной работы он может получить определенную сумму. Возникает вопрос, если он эту сумму получает на основании муниципального контракта, можно ли считать, что он ее похитил? То есть, вообще, правили ли он на нее рассчитывать-то на эту сумму? Или он должен ее как-то самостоятельно уменьшать? Ну, ответ очевиден. Извините, вы предложили эту сумму за выполнение этого объема работ. В конце концов, вы эти работы приняли, и у вас до сегодняшнего дня нет разумных претензий. Нет же разумных претензий. Мы не можем потерпевшего допросить до конца. Вот понимаете, сколько длится... Потому что первый потерпевший приходит, говорит, я не знаю, я это не контролировал, мне нужно время. Ему предоставляют время, проходит время, приходит другой представитель потерпевшего. Опять начинаем задавать вопросы. Вот, например, простой вопрос я задаю. Скажите, пожалуйста, вот эти деньги, которые вы взыскиваете с ислама, вот если, предположим, их суд взыщет в доход местного бюджета, куда вы их денете? Ну, мы их, наверное, отправим в краевой бюджет. Но почему сразу не в краевой бюджет? А если вы передумаете? А те деньги, которые вы уже от исламова получили, куда дели? Я не знаю. Вот совет, горсовет, депутаты горсовета должны вот там в конце мая были принять решение, куда деть деньги исламова. Я говорю, то есть получается так, что вы неоднозначно их перечисляете в краевой бюджет, а у вас, да, вы решение принимаете, как им распорядиться, и не факт, что вы ими распорядитесь так, как вы сейчас говорите. Ну, я не знаю. С учетом того, что исламов вашу претензию-то исполнил и 600 тысяч вам перечислил, не добившись от вас разумных объяснений, почему вы с него эти деньги получили, если вы ссылаетесь на решение вот этого службы финансово-экономического контроля, почему, если это вы причинили вред краевому бюджету, объясните, почему исламов-то его возмещают вместо вас. И самое главное, вы же до сих пор требуете миллион шестьдесят девять тысяч исламова с учетом того, что он вам уже 600 отдал. Ну, мы, наверное, будем уменьшать размер иска на эту сумму. И вот это, наверное, извините, вот это в мае был у нас допрос последний, сейчас уже июль. И это, наверное, до сегодняшнего дня длится, и никаких уточнений и иска нету, а государственный обвинитель как просил взыскать в доход местного бюджета миллион шестьдесят девять, так и просит. Вернемся к вопросу, почему же заявление-то поступило задним числом? Я все время вспоминаю, не помню фильм, да, «Ищи, кому выгодно». Вот кому выгодно возбуждение уголовного дела? Ну, наверное, конкурентам исламова, в первую очередь. И второе, на сегодняшний день муниципалитет имеет, так скажем, финансовый интерес, то есть он может гипотетически через уголовное дело получить и результат выполненных исламовым работ. А я еще раз повторюсь, вот к благоустройству аллеи Кретова претензий не было и нет до сегодняшнего дня. Ну, соответственно, взыскание в доход местного бюджета, я уже называл, какой цифры, да, может быть, она будет подкорректирована. Второе, это возмещение за счет исламова того вреда краевому бюджету, который был причинен именно муниципалитетом вследствие нецелевого использования денежных средств, на что указала служба финконтроля Красноярска. Ну и вернемся к первоначальному-то фрагменту по поводу, что было первично-то, возбуждение уголовного дела или повод. Вот, мне кажется, эта ситуация, она, так скажем, наглядно иллюстрирует, что сначала, конечно, была идея возбудить в отношении исламово уголовное дело, и только после этого, извините, искать причины, повод, основание и по крупицам собирать доказательства. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция стороны обвинения, она, ну, так скажем, как бы мягче выразиться, что она адекватно обоснована. Потому что на сегодняшний день и в Минусинске, и в других регионах у муниципалитетов очень много проблем с исполнением заказов. Однако мы видим, что заказчики не бегут с заявлениями к полиции. И уголовных дел. Конечно, конечно, все решается в рамках гражданского правового спора. Используются частноправовые механизмы, а не уголовно-процессуальные. Ну вот здесь нам никто не может объяснить, почему в этом случае пошли по другому пути. И этот путь избрала изначально не администрация, а именно сотрудники полиции. И вот об этом красноречиво говорит именно последовательность возбуждения уголовного дела и появление повода для его возбуждения.